А что-то интересное для влога. Пограничное расстройство личности. Реально. Доброе утро. Такса. Как таксочка вот так спит. Он так спит. Вот так. Не хочет вставать. Надо идти сейчас нам на завтрак. Срочно. Срочно на завтрак надо идти. Потому что у нас выезд на лодку одну. Будем плавать на лодке по озеру. И до этой лодки нам ехать час. Так что Леша опять будет по горам ездить сейчас. Надо успеть поесть, собраться. Потом мы едем на эту лодку. Катаемся час на лодке. Потом нам час обратно ехать до отеля. и после этого еще Леш хочет какую-то виллу. Не знаю, получится у нас или нет. Слышите, храпит такса. Да, такса. Вот так я выгляжу, когда только встала. Даже не умылась еще. Да уж. Так что вы видели уже все в этой жизни. Неумытую и грязную. И меня. Самое главное на завтрак я ношу свое молоко. Как вы помните? Мой look of the dream. В шлепках и спортивных штанах. Мне даже сделали кофе на моем молоке. Ура! Ура! Я жду свой breakfast. Леша ест кроссаны, йогурт, фрукты. А у меня будет сейчас омлет. Ну, даже золофрукты. Но это я на самом деле не хотела. Мне что-то после вчерашнего выпивания тошнит. Мне кажется, сейчас выблю. А, не знаю. У меня какая-то дорожка классная. Да, что меня подташнивает. Я пью водитель. А Дони я кормлю перцем. Он очень любит перец. Он прям видит и все. Видите? Вот мой основной завтрак. Я заказала омлет. Все. Теперь вы знаете, что я ела. Доброе утро. Классная выжать для музыкальной суток. Я диджей. У меня сегодня грустное настроение. Душа, серьезно. Это что-то публическое. С горем пополам мы добрались до этой лодки. Так что качает, смотрите. Вот так что будет морская болезнь. И флаг Италии. Смотрите, как красиво. Главное не уронить телефон в воду, а то я могу. Я рассказывала, что Леша очень плохой водитель. А, всем? Да, чтобы меня прям с начала я была готова наплевать. Иль, я с самого утра уже после вчера готов наплевать. Холодно. Красиво как. Молодец. Меня больше смешит вот этот чувак, который едет. Очень холодно. Вы, наверное, ничего не слышите, но... С воды эти дома выглядят очень круто. Хотя, когда ты поднимаешься туда и понимаешь, что люди живут прямо на трассе, это кошмар, конечно. Здесь, видите, такая прогулочная терраса, можно сказать. С вот этого причала мы отправлялись на этой лодке. Леша несет наши бокалы в отель. Но на этой лодке было просто нереально холодно. Мне так надуло уши. Мне кажется, я не слышу теперь ничего. Про волосы свои я вообще молчу. Я теперь как капитошка. Так что мы с Сашей пришли в СК. К выводу, к выводу мы пришли, что летом надо кататься на лодках. Сейчас холодно очень. Можно отморозиться полностью. Ну или одеваться в погоде не так, как я. Вот так. А что-то интересно для влога было. Пограничное расстройство личности. Реально. Угадайте, почему я плачу. Никто никогда не угадает, мне кажется. Я плачу, потому что я хочу в Милан. Лен, доеду. Как я думаю, что мне напишут в комментариях. Зажралась. Сами, семки. Еда не очень выглядит. Семки. Ну, вот такая вот паста у меня получилась. Я подозреваю тебе пармезан. Не надо еще поспать. Но мне только что почти уже в тарелку залез в эту. Донни. Кстати, я хочу сказать вам одно. Иногда, это, вот я говорю серьезно, так есть. Мы заказываем какую-то еду, и я считаю, что моя паста, например, вкуснее, чем вот эта. Ту, которую я дома просто вот так накидываю все подряд. Я не знаю. Я не знаю, что сказать. Моя? Тоже не очень, если честно. Моя просто вообще, как бы. Что она как-то странно? Я, кстати, не люблю такие макарочки. Ну, это, понятно, бесполезная информация. Леша любит такую форму макарона. Я люблю, кстати, спагетти. А вот такой вид из этого кафе открывается. Такой милый маленький город. С немилыми людьми. Я просто пытаюсь как-то снимать, чтобы люди не попадали в кадры. А то, может, они не хотят быть в моем видеоблоге. Ну да, в это везение не очень удобно. Я так устала. Я очень рада, что мы возвращаемся в Милану. Мне кажется, для Кома, в принципе, одного дня будет достаточно. И мы здесь были очень долго. И это очень было утомительно. Утомительно. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, по приезду в Милан, я не знаю, как это произошло, за два дня повсюду летает пух, вот как у нас в Украине, не знаю, в России тополиный пух летает. Я думаю, если присмотреться, то вы увидите, как много его летает. По улицам ходить просто невозможно, он попадает повсюду. За два дня на коме я очень устала. Я считаю, для меня лично два дня это было слишком много, мне надо было ехать на день и не больше. Ну, там реально нечего было делать два дня, и было очень утомительно отбираться куда-то на машине. Мне кажется, проблема еще была в том, что мы взяли кабриолет, и мы постоянно были под открытым палящим солнцем. Я обгорела, Леша обгорел, мы утомились, вроде бы особо ничего не делая, но очень утомились. И вчера, когда мы вернулись в кома, у меня так дико болела спина и шея, я не могу это объяснить, я не могла спать полночи. И сегодня я полдня тоже хожу, у меня все болит, все колет куда-то, давит. То ли из-за того, что я долго в машине не сидела, то ли подушки в отеле были неудобные, непонятно. Но в любом случае я устала, и Леша тоже устал, и лично для себя решила, что я бы лучше поехала на один день в следующий раз. Вот такой вот краткий пересказ поездки. Спасибо за просмотр, и до завтра.